Привет всем. Наши реформаторы от МВД продолжают свирепствовать, не знаю, не свирепствовать, конечно, продолжают заниматься той ерундой, которой занимались на протяжении последних 5 лет. Поэтому такое возникает ощущение четкое, что в общем-то ничего не меняется. То есть, ладно, раньше они такие вот инициативы предлагали, но они и дальше предлагают инициативы, которые уже просто, ну это уже смешно становится, уже сколько можно вот этот бред нести. О чем речь? Недавно было у нас заседание в Верховной Раде, в этом комитете по обеспечению работы правоохранительных органов, и туда пришел сам Антон Герасченко и начал рассказывать новые инициативы МВД, как они хотят наводить порядок и что они видят. Показали слайды, расписали это все красиво. Я сначала думал сделать тоже так это все очень четенько и красивенько, под каждый слайд давать комментарии, но потом посчитал, меня тут заинтересовало целых 19 слайдов и я понял, что делать монтаж, это просто с ума сойти можно. Короче, я сейчас вам показываю эти 19 слайдов, там на самом деле их немного больше было, но некоторые уже просто опустил, потому что ну не хочу перегружать уже там менее интересная информация. Вот та информация, которая более интересна, по моему собственному мнению, вот я ее вам покажу и немножечко расскажу. То есть сначала смотрите слайды. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь давайте обсудим немного эти слайды. Вот сначала нам показывают, что у нас за 2018 год 150 тысяч ДТП, там травмировано 30 тысяч, погибло 3350 людей, то есть ну это вот нагоняют ужаса. Если мы посмотрим опять ихнюю же статистику, то в принципе мы видим, что ситуация не меняется никаким образом на дорогах, приблизительно одинаково у нас количество и травмированных, и количество ДТП, и количество погибших. Это конечно очень печально, но это говорит в первую очередь о том, что нет системного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения. А то, что творит у нас патрульная полиция на дорогах, мы, ну в общем-то и сами знаем, и уже много раз обсуждали. Предлагают уменьшить порог превышения скорости, если сейчас он составляет 20 километров. То есть, если на 20 километров превысил, идет ответственность уже в виде штрафа. Если до 20 километров превышения установленного скоростного режима, то нет. Он предлагает этот порог снизить до 10 километров. То есть, если сейчас по городу разрешенная скорость 50 километров в час, то, грубо говоря, за 60 километров в час уже предлагают штрафовать. Ну, как бы, такое, как всегда, реформаторские реформы. Вот тут вот вообще меня поразила степень цинизма. Просто степень цинизма меня поразила. Вот почему? Ну вот пишут они, что в зоне ООС у нас за год, там вот они берут с 1 января 18 по 1 января 19 погибло 110 военнослужащих. А на дорогах Украины за этот самый период погибло 3350 людей. То есть, понимаете, вот они показывают, что на войне погибло 110, а на дорогах больше 3000. То есть, ну, как бы усилить, знаете, вот усилить вот это вот ощущение тревожности, да, за эту проблематику. Но вот на таких примерах, ну, я не знаю, это низко, низко. Это просто низко. Дальше. Показывают основные причины ДТП в Украине. В Украине их 5. Действительно, если посмотреть на статистику от года в год, эти 5 причин являются основными. Сюда же входит управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тоже в пятерку. Но, что самое интересное, находится оно как раз таки на пятом месте. И от года к году, если смотреть цатистику ДТП, то по вине нетрезвых водителей таких ДТП случается где-то около 4-6%. То есть, это небольшой, как бы, процент, небольшой. Почему важно акцентировать на это внимание, потому что они сами в дальнейшем, ну, вот увидите, будут акцентировать внимание как раз таки на нетрезвых водителях. Хотя, как я уже сказал, да, это проблема. Но эта проблема стоит на пятом месте. А есть еще 4 основные проблемы, которые не связаны с нетрезвыми водителями. Это вот нарушение правил маневрирования, превышение скорости, дистанция и нарушение правил проезда перекрестков. Вот это основные 4 процента, 4 основных проблемы. И пятая проблема это нетрезвые водители. Вот дальше они пишут, вот как раз, ну, что я говорю по поводу 130. За 10 месяцев 2019 года у нас составлено 96 тысяч протоколов по 130. По моему внутреннему убеждению, вот по той статистике, которую я разбирал, где-то процентов 40 из них это фальсификатно. Либо составлено без надлежащих оснований. И тут же они пишут, что судами рассмотрено всего лишь 65 процентов. То есть, если бы там не было фальсификата, то в принципе суды бы могли бы рассматривать все эти протоколы. Но они же об этом не пишут, что там фальсификат. Ну, конечно же, не пишут. Что предлагают? Предлагают брать малозначительность, как возможность применения к статье 130. Да, с этим я соглашусь. Потому что действительно, я вот смотрел от года к году, все чаще и чаще суды применяют малозначительность. Но опять-таки, вот есть у меня такое ощущение, что суды применяют малозначительность. То есть, уже просто потому, что, ну вот они задолбали уже с этими 130-ми. Уже столько их клепают, что судьи просто уже, ну, наверное, устали. Просто устали выносить эти постановления. Хотя, конечно же, малозначительность к 130-й не должна применяться. Но это опять мое личное мнение. Дальше пишут, что в 2019 году целых, ну, почти 7 тысяч дел закрыто по истечению сроков. И пишут, что это проблема. Ну, опять-таки, такой бы проблемы не было, если бы почти половину этих протоколов ваши полицейские не фальсифицировали и не загружали суды вот этой всей ерунду. Ой, вот это вот, наверное, больше всего, что мне понравилось, предлагается убрать из КупАП штрафные баллы в виде индульгенции. Вот они говорят, то есть, Геращенко, вот это Геращенко, это рассказывал в Верховной Раде на комитете. И, то есть, он фактически, вот Геращенко говорит, что штрафные баллы, это индульгенция, то есть, это такое вот прощение, нарушение, и нужно это убрать. А вот, смотрите, 2015 год. Кто у нас предлагает ввести штрафные баллы? Законом вносятся предложения, потому что была система штрафных баллов для того, чтобы наши граждане, которые зубоджиют в результате экономического кризиса и войны с Россией, могли иметь возможность несколько раз нарушить правила дорожного движения и не заплатить деньги. Но это необходимо в тех условиях, в которых сейчас находится наша страна. Какие-то еще? Нужно комментарии давать? То есть, ну, у Геращенко, знаете, вот есть такое понятие, как там, двойные стандарты, да. А Геращенко, вот как по мне, ну, по моему собственному мнению, вообще никаких стандартов не имеет. То есть, этот человек говорит одно, завтра, потом другое, потом третье, потом противоречит сам себе, потом говорит, что он этого не говорил, потом говорит, давайте сделаем по-другому. Ну, в общем, просто даже вспомнить ситуацию с Кулебой, да, он там сколько свой пост, 13 раз там редактировал в Фейсбуке, не знаю, ну, как так? Так, ладно. Геращенко, я думаю, и так всем все понятно, ну, по крайней мере, адекватным людям, я думаю, они понимают, для чего он там находится и его основную цель. Дальше предлагают увеличить размер штрафов, ну, опять, конечно же, как иначе. Вот он говорил, граждане зубожи, 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 уже граждане не зубожи, да, через пять лет всей этой войны, граждане уже все поднялись, все заработают куча бабок, и, конечно же, нужно повысить штрафы, дабы наполнить бюджет. Дальше у нас показывают такой интересный слайд, где показывают размер штрафов в других странах. Размеры штрафов, и это вот как раз по поводу превышения, порога превышения допустимой скорости. Показывают Швейцарию, Голландию, Германию, Польшу, бла-бла-бла. Вот я бы в этот столбик еще добавил бы размер бы средней заработной платы. Так бы оно выглядело гораздо нагляднее, чтобы понимали, какой штраф человек платит и сколько это в процентном отношении от его средней заработной платы. Тогда было бы очень наглядно. А так, это все туфта. Вот этот весь европейский опыт, который они просто хотят натянуть на голову через одно место, но при этом забывают про европейский опыт в плане профессионализма полицейских, в плане неотвратимости наказания для полицейских, в плане взыскания морального и другого ущерба, который нанесен по вине полицейских. Об этом они забывают. Забывают про то, что в Европе за то, что за проникновение в жилище или иное владение лицея полицейский сядет. А у нас об этом забывают. У нас, знаете, европейский опыт любят присовокупить только лишь тогда, когда это касается размера штрафа. Дальше. Теперь они, вот, кстати, интересная вот вещь опять. Ну, вот это бред. Вот они мешанину мешаниновскую делают. Вы помните, я рассказывал в одном из роликов о том, что предложили у нас по 130-й, ну, уже даже не предложили закон, приняли, он должен быть, по-моему, с 1 января 2000-го года должен заработать. Там, где они 130-ю вывели в уголовную статью. Сейчас уже Ираченко предлагает, давайте вернем это опять в административную. Ну, такое. Это вот тоже старая тема. Предлагается проводить осмотр на состояние опьянения без понятых. Ну, это тоже старая история, мы уже слышали об этом. При этом, типа, обязательно нужно, там, типа, драгер использовать, фиксацию производить на бодикамеру и бла-бла-бла. То есть, я также хотел бы поддержать данный вопрос, несмотря на то, что на комитете она была ветхилана. Уважаемые депутаты, мы хотим оставить возможности, и то, что депутат Рыбак предлагает, чтобы все-таки два свидетеля могли зафиксировать возможность того, что водитель пьяный или же, так сказать, находится в другом состоянии. На сегодняшний день 130-е фальсифицируют как угодно уже. И при этих понятых, уже этих понятых, уже было столько раз с этими понятыми. А сейчас вообще без понятых. Но если раньше можно было этого понятого вызвать в суд, и окажется, что все не так, либо окажется, что вообще такого понятого не существует, ну, не существует такого человека, такое бывало, тогда эти протоколы разваливаются. А теперь вообще предлагают, давайте без понятых. То есть, таким образом, фальсификация по 130-й еще только увеличится. Это у нас Антон Герачин так предлагает. Давай, давайте больше. Ой, это тоже старая инициатива уже была такая. Хотят предложить внести основанием для остановки. Остановка транспортного средства для проверки водителя на состоянии алкогольного опьянения. Ну, вообще, или наркотического опьянения. То есть, основание подменяется целью. Понимаете? То есть, у нас, ну, вот как, нарушил, да? Ну, то есть, есть основание считать, что нарушил право дорожного движения, значит, останавливает. То есть, есть основание, предпосылка. А тут, получается, нет никакой предпосылки. То есть, просто под основанием уже вставляется цель. Останавливаем для того, чтобы проверить на состояние опьянений. То есть, таким образом, под вот этот вот пункт могут теперь останавливать всех. То есть, если раньше они останавливали и так всех и выдумывали на ходу, то теперь будет просто абсолютно законное основание останавливать любого. Остановил, а я вас решил остановить для проверки на драгере. Покажите документы. Ну, и пошло-поехал. Бред. Также предлагают алгоритм действий загребить. Когда остановил полицейский, общается с водителем. То есть, опять, это тоже уже было. Типа, оставаться в автомобиле, если полицейский не разрешит. Выйти из автомобиля, если полицейский потребует. Держать руки на руле. И вот самое интересное, вот здесь. Так интересно, писали предъявить и передать для проверки водительского удостоверения. Еще в каком-то там лохматом году, когда меняли вот это вот передать на предъявить, вот там вот в пояснительной записке к соответствующему законопроекту писали, что вот норма старая, которая предусматривала передать, была коррупционная. И дабы этой коррупционной нормы избежать, предлагаем не передавать, не обязывать водителя передавать водительское удостоверение. Ну и документы на автомобиль полицейский. Ну, тогда еще милиционер. И тогда, ну, как бы согласились с этим и решили, что да, предъявить будет правильно. Потому что полицейский, ну, милиционер в то время мог забрать документы и просто таким образом держать человека в заложниках. Либо выписывать все, что ему вздумается. Вот, тогда это считалось коррупционной нормой. Сейчас, ну, видимо, она перестала быть коррупционной, это норма, да. Либо Гераченко предлагает вернуть коррупционную норму. Здорово, Антон, здорово. Давай еще. Предлагают опять вот эту вот старую лабуду по поводу того, что все, все может проверить полицейский. Все открыть, багажник, капот. Ну, это тоже, это уже было все. Извините, у нас в УПК прописано, что осмотр автомобиля приравнивается, ну, правило осмотра автомобиля приравнивается к обыску. Значит, должен быть следовать, должны быть соответствующие основания и бла-бла-бла. Они хотят просто, ну, то есть, знаете, ввести вот комплекс этих инициатив и будет так вот. Останавливаем любого. Почему остановили? А для того, чтобы проверить на драгер, тут же давайте документы передайте, тут же откройте все, все прошмотали. То есть, такой будет беспредел, как, ну, какого еще не было. То есть, и так беспредел. А сейчас они еще предлагают вот такие вот инициативы. Я же говорю, если бы эти инициативы они предлагали еще в те свои, там, 14, 15, 16, 18 годы, ну, когда они об этом рассказали. Но нет, сейчас вот при, типа, новой власти у нас предлагаются все те же старые, абсолютно маразматические инициативы. Давайте посмотрим, как наши слуги народа будут реагировать на эти инициативы. Ну, у меня все. А Герашенко, он такой Герашенко. Но должно быть так. Сказал полицейский, придет документы. Человек должен придет документы. Если он отказывается, это значит, человек может замышлять что-то плохое. У него в машине может быть оружие, наркотики. Он может быть находиться в розыске. Кого ты за чекался, мама не прийде. Не знаешь, что відповісти на добрый день. Ты, хоть и бы почути, так и боже не люблю. Поэтому я таки доби не дам повешать и потлю.